С момента начала боевых действий на Украине в 2014 году прошло 8 лет. 8 лет назад здесь у нас на Орловщине появились первые беженцы, которые приняли решение обратно не возвращаться. Это сейчас. Прыгать, радоваться и развлекать детей для нее проще простого. Хотя 8 лет назад все было иначе. Донецк, 2014-й. Война. В самые первые дни, когда в 30-х числах, 30 мая, когда начали спускать бомбы на аэропорт Донецкий, мы жили не так далеко от аэропорта. То есть мы наблюдали всю эту картину, как беспилотники летали, носок надрожали. Было очень страшно. С тех пор много воды утекло. Произошла масса событий в ее жизни. В 2014 году Кристина Абакумова поселилась здесь, в Орле. Получила гражданство. Благодаря госпрограммам приобрела свой дом. Родила двоих детей. Стала многодетной матерью. Открыла свое дело. У нас родился третий ребенок, Илюша. Я была в декрете. И у меня пришла такая идея, что хотелось бы что-то изменить, что-то сделать, заняться каким-то своим делом. И я отмечала день рождения своим детям. И мне муж говорит, займитесь праздниками. Случайно брошенная мужем фраза приросла в свое агентство, которое существует вот уже пятый год. И все шло своим чередом, пока не пришли новости с Украины. Когда все это началось второй раз, второй волной, сказали, что сюда едут люди из Донбасса, я две ночи не спала. Вот серьезно, я две ночи не спала. У меня все, у меня сразу идеи, что, как, как помочь, что я могу сделать. Сделать то, что по силам, ей как организатору праздников, ей как матери четверых детей. Поэтому было решено приехать в пункт временного размещения в детский лагерь «Орловчанка» и устроить настоящий праздник. Подтверждение тому, что все получилось, как и задумывалось. Детские эмоции. Персонажи очень красивые, костюмы сделали очень хорошо. Мне это очень нравится, когда на скорость все делают. У тебя получилось? Да. Анастасия Гришина, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной.